Идея построить дом родилась достаточно давно, не было своей земли, дачи. Мы занялись поиском земли, долго территориальное нахождение места искали. И потом в какой-то прекрасный момент заехали и поняли, вот наша. Был тут маленький летний домик, убитый, запущенный участок, но с хорошим лесом. Ну что, дел за малым, оформили документы, начали строительство. Было желание построить дачу для годичного посещения его, вне зависимости от времени года. В силу этого пришлось делать теплый дом. Что у нас есть по теплым домам? Как бы связываться с каркасным строительством не хотелось, потому что считаю, что в конечном счете каркасное строительство выходит дороже по себестоимости. Так как нужно посчитать и внешнюю, и внутреннюю отделку, утепление, пароизоляции. В рубленом же доме все эти промежуточные циклы не нужны. Берем бревно, из него собираем конопатину. Ну так казалось мне. На самом деле, на данном этапе рубленый дом значительно дороже выходит, нежели чем каркасник. В то время, когда я начал строительство дома, был 2007 год. И на тот момент рубленый лес был по карману. Сейчас есть проблемы с этим. Так как был ограничен бюджет строительства, я возводил дом в несколько этапов. Первый этап – это пяти стенок. На первом этаже гостиная, санузел и тамбур. На втором этаже две комнаты. В результате этого помещения мне не хватило. И пришлось к нему достраивать еще три стены, где расположилась на первом этаже баня. На втором этаже получилась комфортная спальня. По факту, общая площадь дома и к нему пристройки составила в районе 100 квадратных метров в жилой площади. Что касаемо фундамента, была выбрана технология мелкозаглубленная лента. Она требует меньшего количества бетона и вполне выдерживает нагрузку рубленого дома в два этажа. В результате эксплуатации она не деформировалась, никаких трещин не было. Единственное, что необходимо делать – это продухи. Я использовал закладные из канализационной трубы 110-й. На лето ставлю заглушки, перфорированные на сверленные дырочки сверлом обычной дрелью. На зиму вставляю заглушки, те же канализационные, что позволяет избежать теплопотерь. Стены дома выполнены из струганого бревна. Диаметр от 40 до 30 сантиметров. Соответственно, швы проконопачены и сверху покрашены краской, уже не помню какой. Сейчас есть технологии, позволяющие швы прокрыть герметиком, но считаю, в моем случае это нецелесообразно. Очень долгий процесс, который требует вдумчивого подхода. По опыту соседей были произведены работы покрытием герметика, энергоэффективность дома увеличилась, но требует дополнительной системы вентиляции. Меня вполне устраивает канападка. Канападку производил несколько раз. Сейчас покраску по-хорошему производить тоже нужно несколько раз, но руки до этого не дошли, пока существует так, как она есть. Дом выполнен из бревна, снаружи строганого, протесаного изнутри, что называется полулафетом. Внутренние перегородки, межкомнатные, из лафета. Стены после того, как были поставлены, их отшлифовали и покрыли колерованной краской. Плинтуса наличники выполнил из лиственницы, косого планкена, как наиболее красивый материал, с красивой текстурой, износостойкий, пропитан маслом. Потолок, имитация бруса, сотая, выкрашена лисировочной краской. Пол, шпунтованная доска, сороковая, покрытая маслом. Планировочное решение достаточно стандартное для этого дома, или вообще для типов домов, где на первом этаже общая гостиная, комбинированная с кухней, входная группа тамбурда для отсечения холодного воздуха, и под лестницей санузел, чтобы не занимать и без того маленькое помещение. Второй этаж, две спальни над основным строением, плюс к дому достроен отдельное помещение, в котором находится баня с комнатой отдыха. Над втором этаже, над этой постройкой, еще дополнительная спальня. Плитка в доме. Так как пол собран по стандартной технологии, лаги, утепление, доска шпунтованная, возникла необходимость на этот пирог положить плитку. Плитка керамическая, на полу, в деревянном доме. Достаточно сложный с одной стороны момент, с другой стороны ничего сложного. Непосредственно по шпунтованной доске выкладывается два слоя лесового материала, в данном случае ЦСП был применен. Прикручивается саморезами, поверх у него раскатываются электрические маты, сверху на электрический мат, при помощи плиточного клея, кладется плитка. Стены немножко сложнее технологии. По существующим стенам выставляется каркас из алюминиевого профиля для гипсокартона, покрывается двумя слоями влагостойкого гипса, так как все-таки это влажная зона, и поверху выкладывается плитка. Внутри, под плиткой, спрятаны все инженерные коммуникации, в данном случае трубы подведения воды и электроразводка. Перекрытия осуществлены по балкам, которые были заложены в домокомплекте. Утепление небольшое, 100 мм минваты, с пароизоляцией, два слоя. Поверху шпунтованная доска. Лестница, одна маршевая, шириной 90 см. Достаточно крутая, но это не осложняет подъем по ней. Баня в доме. Очень удобно, не нужно выходить на улицу. В любой момент протопил и парси на здоровье. Состоит из двух частей. Одна комната отдыха с диванным столом и непосредственно парилка с печью топится из комнаты отдыха. И душевая комната. Организация достаточно проста. В основе на существующий пол сделана монолитная стяжка по сетке. Залито, покрыта плиткой. Плитка под уклоном, вода уходит на трап. Обычно душевой трап, чтобы ногам не было холодно. Сделаны мостки из доски. Это помещение было пристроено к основному дому. Отличие только в том, что здесь использовалась сосна. Потому что на момент постройки не нашел подрядную организацию, которая могла бы сделать из елки этот пристрой. Но, как показала практика, сосна ведет себя лучше. И дерево более плотное и крепкое. Если вам будет желание строить дома, выбирайте сосну. У каждого дома должно быть крыльцо. В летнее время прекрасно попить чаю. Зимой закрывает от снега и дождя непосредственно вход. В моем случае крыльцо открытое. Можно, конечно, было бы остеклить. Но тогда теряется единение с природой. В качестве окон был выбран одинарный стеклопакет. Потому что посчитал, что не имеет смысла делать двойной. Все-таки дача. Шумов мало. Ну, не думаю, что двойной стеклопаке значительно теплее одинарного. Первый этаж – это прямоугольные окна, поворотно-откидные. Второй этаж решил сделать с закошенными верхними углами. Но, к сожалению, при такой конфигурации окон нет возможности делать створки откидными. Поэтому второй этаж – просто поворотные окна. Конструкция кровли была выбрана двускатная. В силу того, что это наиболее простое решение, не требующих особо больших строительных навыков. И любая бригада может осуществить это. Кровля – металлочерепица с утеплением базальтовой плитой 200. Ну, соответственно, со всеми необходимыми мембранами, пароизоляцией. Над лестницей врезано мансардное окно. При условии двускатной кровли и большой площади самой кровли необходимо устанавливать снегозадержатели, так как снег собирается на металлочерепице и скатывается лавинами. В первое время не было поставлено, это, конечно, затрудняло обслуживание дачи. В данном случае я установил усиленные снегозадержатели, так как снега скапливается много. Возвращаясь к утеплению кровли, обращу ваше внимание, что это проверить крайне просто. Если дом теплый внутри, и он эксплуатируется, снег на кровле лежит, значит утепление кровли сделано правильно. Что можно сказать о стоимости готового домовладения? Посчитать это просто невозможно, потому что все это тянется с седьмого года, и каждый год худо-бедно, а приходится и поддерживать, и вкладывать деньги. То улучшение, то покупка мебели, то замена кранов, то смесителей постоянно требует ремонта, эксплуатации. Но думаю, что общая сумма вложения в этот участок и в это домовладение составила порядка 8 миллионов рублей за последние 10 лет. Хочу еще сказать, что владение домом и его строительство – это процесс не одного года. Это постоянный процесс, в результате которого требуется постоянного поддерживания его достройки, перестройки. Так как дом свой, постоянно хочется внедрить какие-то новые технологии, улучшение одного, другого, третьего. Система отопления, кончая расположением выключателей, вариантов и возможностей приложить в свои руки масса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова